Здравствуйте, все. Начинаем. Вот таймер. У нас проект по социальному предпринимательству, который к себе реагирует решение. Давайте нажмем. Первое. Да, у нас биржа решения социальных проблем. Но для начала нужно объявить социальную проблему, а потом ее завалируют задачу, когда она решаема. То есть мы видим алгоритм. Вот. У нас для этого есть определенное количество людей, которых мы это протестим. То есть это неблагополучные слои населения. Ну и мы работаем с фондами, банками. То есть это наши как бы непосредственные клиенты, которые нам помогают запускать этот алгоритм. Можно дальше? Вот. Целевая аудитория. Это у нас первое. Это военные пенсионеры, которые стоят в очереди по жилищным сертификатам. Им нужно отстроиться, получить жилье. То есть получить жизнь в соц.минимум. Также бомжи, то есть люди без определенного места жительства. Сироты. Мы пока с ними работаем, потому что там нужно тоже выявить, как упростить процедуру получения и запуска определенных алгоритмов. Ну и все как бы социально защищенные слои населения, потому что их много. И незащищенный слой населения это тот, который даже может не знает, как решить какую-то, может быть, маленькую задачу, потому что он из-за мухи делает слона. Проблема, которую мы решим, то есть отсутствие единого ресурса. То есть нельзя в рамках социального предпринимательства зайти на какой-то ресурс, оставить свою задачу или оставить проблему, тебе подскажут, как это завалирует задачу и пошагово найти решение. Приходится рыскать по всяким форумам, а это не очень удобно. Ну, тут я думаю, что мы все прокрутили, давайте дальше, чтобы нам сильно не останавливаться. Мы использовали открытые данные, это наш прошлый хакатон, то есть наша карта для ночлежки. Сами стали открытыми данными для того, чтобы нам давали проблемы, мы их интерпретировали в задачи и помогали людям решать. Ну и фонд региональных социальных программ «Наше будущее», который помогает нам продвигать именно нашу инициативу. Давайте, пожалуйста, еще раз. Да, то, что у нас тут есть, возможности ресурса, то есть можно будет зарегистрироваться, получить номер. По этому номеру можно будет идентифицироваться уже внутри сети, оставлять заявки, решать задачи, повышать свою экспертность. С экспертностью мы пока не решили, но она как бы у нас разрабатывается. Что можно будет еще сделать? Можно будет собирать средства, это как бы крафтайдинг и краудсорсинг. То есть не обязательно надо благотворить деньгами, можно благотворить еще каким-то своей инициативой, своим физическим трудом. Можно будет скачать алгоритм решения проблем, есть чат, в котором можно работать. Что, давайте посмотрим сайт, теперь что мы решили. У нас реализована кнопка в рамках для проекта, для ЮМИ, это условие называется, да. Кнопочка позволяет просто организовать сбор средств в пользу сирот для получения мини-нашей разработки бережливого дома. То есть бережливый дом каждой сироте. Мы помогаем сиротам, которые успешно себя проявляют в науке, в каких-то областях, получить дополненную поддержку от населения, от фондов, от банков, которые голосуют за них рублем. Вот, здесь можно будет зарегистрироваться. Мы попадаем на биржу. Мы оставили пару заявочек, мне нужна была помощь на хакатоне, ну и каждый из нас, кто что-то хотел оставить, оставил. Можно будет откликнуться и решить задачу. У кого-то есть решение сейчас, у кого-то есть алгоритм решения, который может быть сокращает издержки, но сейчас он как-то нереализуем. С общими силами мы можем найти камень предкновения и его быстро рассасать. У тебя осталось 30 секунд. Что у нас дальше есть? У нас здесь есть инструкции, где быть в курсе, что происходит вокруг, какие программы есть. Можно участвовать, как получить паспорт. Сейчас у нас открывается страничка. То есть получить паспорт, мы помогаем, электронную карту. Это решение для бомжей, в первую очередь. Зачем вам уже бумажный паспорт, когда у них может быть пластиковая карта, и они могут быть уже на новом этапе развития. У нас есть инструкция, как достигаются определенные цели, что такое социальные инструменты, что такое социальные инвестиции, что такое социальный институт. Как это все получить и как наша программа по алгоритму создания личного подсобного хозяйства или крестьянско-фермерского хозяйства, на которое выделяется субсидии государства. Ну и прокрутите вниз на экобизнес. То есть тут все понятно. То есть я выявил проблему, опиши, вместе решим. Тут инфографика, как это все достигается, карта ума. Тут мы стимулируем пользователей начать с нами взаимодействовать. У нас всего одна кнопка, это только начать. Домер 10 секунд еще, добавляйте. Все, мы решили все это поднимать. Поднимайте, у нас экобизнес. Мы даем комнатную квартиру, даем вегетариум, даем вожжать. Можно здесь подробнее? Я готов к твоей, чтобы в квартиру. Каждый сирота, каждый социально необеспеченный слонаселение может по алгоритму за короткий срок времени получить дом и бизнес под ключ. Все, спасибо. Давайте вопросы, на самом деле. Я обещал, что они много всего, квартиру, машину и прочее. Поэтому не будем спрашивать. Я ему в депутаты, давайте только теперь спрашиваю. Я правильно понимаю, что вы участвуете в Юми Донейшн Челлендж? Да. Просьба ко всем, кто участвует в Юми Донейшн Челлендж, сразу вопросом, два слова. На какие цели собираете и при помощи какой платежной системы? Сейчас пока сделали киви, то есть можно нажать, сразу же проплатить. Вообще используем все возможные варианты монетизации, то есть зачисление средств на цели. Мы агрегируем на определенного сироту, определенный, ну, допустим, человеку понравился персонаж, но вот этот человек с этим проектом, он ему, ну, за него голосует рублем. То есть именно под конкретного человека, то есть на целевое использование. Этот механизм уже отработан, работает? Этот механизм сейчас будет проявлен в кнопке, нам нужно с вами встретиться, обсудить, как нам это реализовывать с вами, как может быть, вы можете рекомендовать своим клиентам нашу кнопку, чтобы они ее устанавливали, как мы с вами взаимодействуем с финансами. То есть этот вопрос нам нужно проработать. Спасибо. Последний вопрос, Андрей. Какие открытые данные вы использовали и можете назвать конкретную проблему, которую я могу решить с помощью вашей биржи? Конкретную проблему ты можешь решить, получить жилищный, жилсос-минимум, получить дом на земле, можешь получить квартиру, если тебе это очень интересует, можешь восстановить свои документы, можешь запустить свой проект социальный, и тебе общество поможет, помогут люди, которые заинтересованы эксперты в этом, может мастера. Я понял, открытые данные. Открытые данные мы используем, мы же показали, мы использовали Open City, использовали свои открытые данные, ну и сами стали открытыми данными. Спасибо. Очень короткий вопрос. Значит, проблема, это, ваше понимание, социальная проблема, которая решается, это просто не знание кого-то о том, что такие возможности есть, или это проблема сопротивления людей, ну, доступа к этому. Это мир, да я скажу. Ну, правда. Ну, сейчас я скажу, а потом мой коллега. Нет, только один человек. Хорошо, проблема, это не... Ну, проблема, это как бы энергия, ресурс, сырье, незавалированное в ресурс. То есть мы не знаем, у нас нет дано, нет решений, нет формул, нет системы измерения. Когда мы это все выстраиваем, у нас получается ответ. Мы четко знаем, как достигнуть определенного результата. Сопротивление и сопротивление – это всего лишь частность. У каждого своя история, своя легенда, почему у него чего-то не получилось. Мы просто помогаем людям стать успешными. С помощью коллективных, ну, вот. Спасибо. Следующий проект.